В воскресенье хоккейная команда Краснознаменская «Энергия Ниском» завершила выступление в групповом турнире открытого чемпионата Калужской области. Дальше начинается самое интересное действие – плей-офф – матчи на выбывание, в которых и определяются медалисты чемпионата. В плей-офф отобрались 8 команд из 12. Оказалось, среди счастливчиков и «Энергия Ниском». Причем краснознаменцы обеспечили себе участие в матчах на выбывание заранее, за один тур до окончания группового этапа. Начался матч так, будто соперник вылил на «Энергию Ниском» ушат холодной воды. Уже ко второй минуте встречи краснознаменцы уступали 0-2. Но известным в недавнем прошлом хоккеист Иван Новосельцев, который сейчас помогает команде в качестве наставника, внес коррективы, успокоил игроков и уже к первому перерыву на табло снова была ничья – 2-2. Во втором периоде фубры вновь вышли вперед, воспользовавшись ошибкой краснознаменцев при игре в большинстве. Но уже через несколько секунд наша команда это самое большинство реализовала и вновь сравняла счет. А дальше пошла игра до первой ошибки – до гола. Если бы он случился, команда-автор наверняка бы довела дело до победы. Но больше взятий в ворот зрители не увидели. И ничья 3-3 дала «Энергии Ниском» тот самый турнирный бал, который на данный момент позволил команде обойти «Малая Росславец-2» и обосноваться на третьем месте в группе. Расслабились. Соперник нам по зубам был и немножко его недооценили. Так-то игра, конечно, сыграли в ничью, но постарались бы. Задачу главную выполнили, вышли в плей-офф. Далее нас ждет более трудный соперник и будем стараться играть дальше, но и как можно лучше. По сезону уже набрали больше очков, на два очка больше, чем в том году. Очень довольны, значит, все делали правильно. В какой-то момент пришлось сделать стряску, команда немножко поплыла, скажем так. Стряску сделали, собрались. И вторую половину, даже где-то три четверти сезона сыграли очень неплохо. Теперь краснознамецам остается только ждать следующих выходных, когда будут сыграны заключительные матчи этапа. Судьба нашей команды относительно итогового места в группе перешится во встрече лидера группы Ермолина и Малоярославца 2. Заметим, что первые матчи плей-офф намечены на середину февраля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok